Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Чолпон. Я рада вас приветствовать в нашем проекте «Секреты медицины». В этой программе мы будем раскрывать секреты не только медицины, но и счастья, здоровья, семьи. А сегодня мы с вами хотим обсудить тему, которая касается нас всех прекрасных женщин. Мы привыкли, что отец – это глава семьи, мама – это хранительница очага. А кто же отвечает за счастье? И для этого мы пригласили в нашу студию прекрасных женщин по семейной и детской психологии, двух прекрасных мам, лайф-коучей Досмаметову Зарину и Инну Поляк. Здрасте! Рада вас видеть. Здрасте, Инна. Прекрасно выглядите. Хочу поделиться, что на двух этих прекрасных женщин пять детей, два мужа и две камены. Рада вас приветствовать в нашей аудитории. У нас очень дружелюбная аудитория. У нас в основном зрители мамочки. И поэтому хотелось бы узнать, как профессиональные психологи по семейной медицине, кто она современная мама? Современная мама, она многоликая, потому что сейчас активный такой век технологии, век психологии. И нельзя сидеть на месте, современной маме уже просто не получится, потому что ей нужно идти ногу со временем. Поэтому современная мама, она в первую очередь активная, она всезнающая, она стремится развиваться и развивать своих детей, в том числе развивать свои отношения. И она, наверное, многозадачная, потому что ей приходится очень много успевать. Еще буквально 20 лет назад маме приходилось делать гораздо меньше дел, а сейчас и детей и на те кружки, и на те кружки, и какие-то домашние дела, то есть и себя организовать, и про себя не забыть. И это все, конечно же, на нее накладывает определенную ответственность, и ей с этим нужно уметь справляться. Да, действительно, очень многогранными должны быть мы. И сейчас в социальных сетях действительно такая очень популярная тема, и есть и противники, есть и сторонники, которые говорят о том, что счастливая семья в первую очередь зависит от счастья матери. Согласны ли вы как профессиональный психолог с данным, скажем, изречением? Знаете, люди любят привязываться к слову счастье, а вообще это слово очень многогранное. И, конечно же, нужно исходить от того, что именно для тебя счастье. И если мы берем с точки зрения энергии, то да, мама – это источник энергии. Откуда питаются все члены семьи, она как Wi-Fi, да, раздает себя. И если мы вспомним, то в семье, если у мамы хорошее настроение, то хорошее настроение обычно у всех. Если у мамы плохое настроение, да, то достается всем. И все ищут пятый угол, да, ищут дома. Это как, есть такая, знаете, как к слову к вашему анекдоту, то что если мама смеется над шутками папы, значит дома гости, да? Ну, примерно так и есть, да. И, конечно же, мы не будем забывать, что все у нас пословицы именно поднаточены под это, да, айал джахши, ир джахши, да, и за каждым генералом стоит, естественно, генеральша. И, конечно же, от того, насколько женщина гармонична с собой, насколько она удовлетворена жизнью, насколько она спокойна внутри, то от этого зависит мир и покой дома. И если мы хотим менять что-то в семье, мы начинаем с себя. В кыргызских семьях у нас менталитет немножечко другой, да, мы привыкли о том, что женщина, она немножечко должна отходить на второй план. То есть на переднем плане муж, на переднем плане родственники, дети, а мы немножечко забываем о себе и отходим назад. Как вот в этих рамках, которые нам с детства прививали, сейчас выводить себя на первый уровень? Ну, вообще, мы же как бы сейчас живем в современном обществе, да, и мы идем в ногу со временем тоже. И сейчас женщины меняются, они понимают свою ценность, они понимают уже свою роль в семье, начинают понимать, да, даже если не все понимают, уже видят, насколько даже блогеры какие-то дают пример того, как женщина может и успевать по дому, и быть при этом хорошей хозяйкой. Это действительно очень важно, когда женщина находит вот эту ту золотую середину, когда она не уходит совершенно, да, так скажем, в западную философию, когда я есть я, да, остальное приложится. Ну, и при этом восточный менталитет тоже грамотно умеет совмещать, да, со своей самоценностью. Вот если говорить про то, что, как раз тогда затронем вопрос психосоматики, да, как это говорится, таким научным языком, какие заболевания наиболее больше выражаются, когда идет проблема именно в психосоматике у детей? Есть определенный, да, такой спектр заболеваний, которые мы встречаем чаще всего, конечно же. Опять же, мы можем озвучить поверхностные причины, потому что, да, по каждому заболеванию можно буквально по отдельной передаче, да, но у детей чаще всего это ангина. Ангина это чаще всего связано с гневом, с невысказанными обидами, с невысказанной агрессией, то есть в буквальном смысле мы говорим проглоти, проглотил обиду, да, то есть вот болезнь горла как раз-таки позволяет ребенку, держать закрытое состояние, не высказать вот этот свой гнев, да, оно его сдерживает от высказывания гнева. Как помочь ребенку тогда в этом случае? Вот как раз, в принципе, для всех вот этих вот симптомов, вернее, болезней, которые я сейчас озвучу, все приблизительно одинаковые, да, будут шаги, потому что рецепт будет один, да, и в конце озвучу. Получается ангин, да, самое чаще всего, кашель, бронхит, что может символизировать даже, да, вот если вот такими мы будем образами говорить. Когда человек кашляет, он пытается докричаться до окружения, да, что меня не слышат, меня не понимают и не принимают, какой я есть. То есть это, опять же, частично не принятие себя, это гнев, раздражение. Это либо проекция матери, если ребенок, если мама себя так чувствует, ребенок может заболеть и отзеркалить вот это мамино состояние, да, мама поругалась условно с мужем, обиделась, молчит, думает, ну, все классно, ребенок не чувствует, никто не слышал, все здорово, да. На следующий день чаще всего раз у ребенка температура, начинается кашель такой хороший, да, и начинается, и все переходит, бронхит и так далее, да. То есть, а мама ходит и говорит, да нет, все нормально же, он же не слышал, что мы ругались, он не почувствовал. Ребенок все считал, маму отзеркалил и вот таким образом все это вывел. Вот, то есть, да, я понимаю, что ваше удивленное лицо, потому что в первое время у нас, Зарина, тоже, когда мы проходили обучение по этой теме, было несколько недоумений, да, потому что мы привыкли все через физику, потому что нас этому учили, это в Советском Союзе была только физика, и не было души, ну, то есть, этого понятия, для нас это было чуждо. Ну, когда мы начали наблюдать сначала за своими детьми, затем уже за семьями наших клиенток, мы начали понимать эту, да, взаимосвязь. Да, связь с ней. То есть, она есть. Поэтому какие-то расстройства у ребенка, если, да, в плане пищеварения, это сильный страх, то есть нужно разбирать, что-то спровоцировало, да, какой-то вот момент его напугал. Например, что еще из такого? Астма, вот такие вещи, как астма, либо приступы удушья, такие, да, например, круп, ложный круп часто бывает, да, то есть, чаще всего эти заболевания выявляют у детей, у которых мамы очень гиперопека, да, которые в буквальном смысле не дают дышать ребенку своей любовью, они вот буквально душат, да, то есть, очень много таких прямо интересных образов, которые, в принципе, да, где-то совпадают вот прям, да, в буквальном смысле. А у нас же есть выражение «сидишь у меня в печенках», да, то есть, гнев какой-то с печенью, да, почему плохое зрение, не хочу видеть где-то реальность, то есть, скрываюсь за реальностью, да, у ребенка, например, слух, не хочу слышать то, что происходит, то есть, это какая-то вот эта взаимосвязь, ее тоже можно найти в семье. То есть, мы ставим какие-то блоки на то, что не хотим воспринимать, да? Ну, знаете, сейчас вот если смотреть, да, вот вы говорите, там, а ребенок хочет высказать, но не высказывает, болит горло, ну, тут можно и до своей психосоматики дойти, то есть, чтобы мама... Себе можно начинать, да. Да, то есть, мама, мы сейчас начнем, то есть, как не хочется давать мамам такое восприятие, что если сейчас ребенок начал кашлять, она начала искать проблему в семье. Ну, это может быть действительно банальная вирусная инфекция, например, да. Да, поэтому я вначале и сказала, да, что не паникуем, если это имеет прям хронический, долгий характер, и вот бывает же, вот не вылечиваем, столько выздоровели, опять болеем, выздоровели, опять болеем, да, то тут можно искать тоже внутри, да, себя какую-то причину, но ни в коем случае не вбивать, да, себя чувством вины, то, что вот я, да, я... То, что сейчас мы начнем везде и всюду искать какие-то психологические проблемы в семье и в себе. Конечно, конечно. Ну, здесь мы говорим, наверное, конечно, не о всех детях и семьях, потому что не все, да, склонны к психосоматике, то есть, это определенный процент людей, которые более чувствительны, да, либо совсем не умеют работать со своими эмоциями, поэтому это не у всех. Но, опять же, здесь такие варианты, человек может, особенно если это ребенок, отреагировать на, да, болезнью, когда либо слишком много опеки со стороны родителей, либо слишком мало внимания. Все вспоминаем, когда нам хочется внимания со стороны родителей, да, в принципе, в любом возрасте, мы что, да, у многих этот автоматизм, да, мы начинаем болеть, нам хочется на ручки, чтобы нас обняли, пожалели, да, дома мы никуда не идем, то есть, это и в школьном возрасте, да, вспомните, как дети, когда, опять же, они, не всегда им этого внимания не хватает, иногда у них срабатывает психосоматика, когда у них есть страх. Не выучили урок, в этот день у ребенка болит голова, болит живот, вот, у него начинается диарея, то есть, запускается процесс, поэтому, прежде чем себя винить, мама должна провести анализ ситуации. Ну, если мы вспомним все, да, перед экзаменом вообще почему-то живот начинает хватать, да. В полете, да, кто-ли-кто, да, в авиаперелете, да, это вот тоже страх в животе, да, то есть, страх у нас в животе, поэтому он реагирует на то, что у нас живот болит, иногда рвота, иногда диарея, да, и поэтому нужно на какие-то вот такие внимания обращать к женщинам. Ну, вот эти наши, как бы, привычки, то, что мы хотим внимания от взрослых к болезням, мы сохраняем даже во взрослой жизни, когда мы хотим внимания от мужа, да, то, ой, ты знаешь, у меня там болит, здесь болит голова, болит там, это, да, чтобы нас пожалели, это тоже нужно улавливать, да, что там, стоп, что тебе это не хватает, да, почему ты не можешь это выразить другим путем, да. У нас же, наверное, зрители как раз возникли вопросы после нашей, если есть вопросы вот по той теме, которую мы сейчас обсуждаем, с удовольствием ответим. В связи с разводами у нас мамочки остаются одни, без мужа. Как правильно воспитать ребенка, чтобы воспитать из него мужчину правильно и девочку, где девочка растет без отца? Это тоже важно, да, мне кажется? Здесь, конечно, очень важный момент после развода, остался ли отец, то есть вообще, есть ли, да, контакт вместе с детьми, потому что в этом случае с одной стороны, конечно, легче, да, поддерживать нужное влияние от отца, потому что при разводе, по сути, распадается только пара, семья не распадается, да, то есть мы будем родителями наших детей до конца жизни. Поэтому здесь очень важно вот это в первую очередь для себя осознать и для бывшего супруга, да, то есть мы можем с тобой не общаться, да, мы в лишний раз, но ради детей мы должны взаимодействовать в любом случае. Вот, если вдруг, допустим, у них нет совсем контакта, то здесь, конечно, задача мамы, да, привлечь отчасти внешних мужчин, например, это может быть дедушка, да, для того, чтобы он хвалил, для того, чтобы он выполнял ту самую мужскую функцию, которую выполняет папа, потому что папа как раз формирует, да, женскую самооценку благодаря похвале, благодаря каким-то комплиментам, пусть это будет дядя, пусть это будет дедушка, то есть это другие мужчины из семьи. Помогает, когда вы ребенка отдаете в какую-то секцию, и у него есть авторитет, то есть вот этот тренер, который является его тренером, он своего рода будет моделью для него, каким нужно становиться мужчиной, и очень важно тоже тщательно вот это подобрать, для него секции, для него какие-то занятия, чтобы именно вот этот авторитет его был незыблем, да, чтобы мальчику захотелось стать именно таким мужчиной, да, что у него были такие вот качества, он умел ладить с детьми, да, он воплощал именно в себе очень такие нужные для мужчины качества, да. И самое важное, это проработка чувства вины, потому что дети в первую очередь берут на себя вину за развод, и это чувство вины мешает им жить счастливой жизнью, да, и реализовывать себя, они начинают винить себя, и это целая цепочка, да, таких не очень хороших последствий. Поэтому здесь еще для мамы такая рекомендация, поменьше ругать бывшего мужа, присоствие детей, потому что и мама, и папа – это незыблемая база для любого ребенка, и какой бы папа там не был, по словам мамы, плохой, для ребенка это святой человек, так же, как и мама, какая бы она ни была, какая бы там, как бы про нее плохо не говорили соседи, родные и так далее, мамы – это святой человек, для любого ребенка, родителей, да, и это база. Поэтому ругая отца, да, либо наоборот, когда муж ругает, да, мать своих детей, то есть мы, по сути, уничтожаем базу самооценки своих детей. Я сейчас поймала себя на мысли, что мы опять же перешли к детям, к мужу, да, пусть даже бывшему, да, а про себя снова опять забыли. Да, я хочу вернуть в русло наши передачи «Счастливая женщина, счастливая семья. Что нужно женщине для счастья?» Такой банальный вопрос вроде бы. Да, он банальный, но он на самом деле очень интересный. Для этого женщине нужно в первую очередь, конечно же, да, мир и покой в своей душе. Для этого ей нужно себя, во-первых, узнать, какие у нее ценности, какие у нее желания, какие у нее мечты. Для этого очень важно чувствовать какие-то сигналы своего тела и своей души. Сигналы тела какие? Когда я устала, когда я злюсь, да, то есть мы распознаем какие-то эмоции, которые мы чаще всего, к сожалению, глушим. И это очень важно понимать, потому что эта же энергия, если мы эту энергию не выпускаем, она остается внутри и начинает нас изнутри отравлять, да. Когда мы с вами чаще всего, что мы видим, да, за нашими, за женщинами наблюдаем, они вовремя не отловили сигнал тела, что они устали, они себе не признались в том, что они устали, они надорвались. Дальше, да, срабатывает уже защитный механизм, она заболевает, потому что, ну, уже невозможно так работать или, там, ухаживать за всеми и домашнюю работу выполнять. А если бы она услышала вовремя этот сигнал, который ей, да, давал, я устала, нужен отдых, я устала, и она бы взяла бы небольшой тайм-аут, тайм-аут, выпила бы чашечку чая или кофе, отдохнула бы хотя бы 15 минут бы, да, буквально бы себе внимания уделила, возможно бы не получилось, да. И когда мы не знаем сами себя, потому что многие думают, что счастливая женщина – это какая-то эгоистка, которая про всех забыла, про детей, про мужа, которая валяется, у которой шоппинги, салоны красоты и всё. Нет, это далеко не так. То есть самое главное – это узнать ваши плюсы и минусы, ваши особенности, ваши ценности, что для вас важно, да, чтобы вы научились управлять со своими и распознавать свои эмоции, управлять ими. И в свою очередь вы научите ваших детей, вы научите вашего мужа, если он не умеет, да, потому что тоже такое бывает часто, встречаются в семье два человека, которых не научили родители, допустим, распознавать какие-то эмоции, они такие встречаются, муж в себе глушит, жена в себе глушит, каждый себе обиделся, позлился, и в итоге несчастная семья получается. Ну, посмотрите, со стороны всегда кажется, что всё хорошо, да, и вот действительно, сейчас вот читая в комментариях, когда как раз вот к теме «Счастливая женщина, счастливая семья», действительно очень много комментариев, которые говорят о том, что сейчас вы научитесь женщин, сейчас они начнут себя искать, забросят всех вокруг, забросят мужа, забросят ребёнка. А вот женщине, которая до этого не задумывалась об этом, вроде бы внешне это всё казалось очень хорошо, какими шагами постепенно, то есть не пугать мужа, да, сразу, да, с завтрашнего дня мама такая стала суперактивная, да, чтобы не пугать ребёнка, не забросить. Какими поэтапными шагами, чтобы это было для окружающих незаметно, но и тем не менее для женщины это было в удовольствие? Что вы посоветуете? Знаете, в первую очередь, когда мы вот начинаем работать с женщинами, для них это тоже шок. Ну как я скажу? Я никогда этого не говорила, он меня не поймёт, он на меня накричит, он мне скажет, вообще оборзела, и у тебя длинный язык теперь, да, и это вот они боятся, что ещё хуже разрушат свои семьи. На самом деле мы всегда советуем начать себе высказывать то, что ты хочешь, да, то есть признавать в себе, многие даже в себе не могут признать то, что они хотят, потому что они привыкли, что мало ли, что ты хочешь с детства, да, девушка должна быть такой, 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 нужно уметь быть хорошей женой, нужно уметь быть хорошей келинкой, а свои желания где-то там на 25 месте, да, и в первую очередь просто сядь и напиши на бумаге, да, что ты хочешь, что ты для себя хочешь, что тебя мучает, да, это вот практика отписывания называется, да, что у тебя на душе, что тебя мучает, какие-то тебя проблемы сейчас вложат, и начинаем потихоньку озвучивать их мужу с точки зрения своих чувств и о сообщениях, да, и я не хочу своему ребёнку давать, ну, выливать на него весь свой негатив, знаешь, давай ему с тобой это, и это вот будет первым шагом для женщин. Да, вот смотрите, да, хорошо, если мы начнём писать, да, вот женщины начнут писать, я думаю, знаете, первоначально начнутся появляться такие проблемы, страхи, которые нам навязали опять же извне, то есть это не мои личные, а то, что, скажем, навязало мне окружение, тот же самый муж, да, там, я не знаю, коллеги, да, подруги, то есть как разобраться, это лично твоё мнение, или это мнение, которое извне пришло в тебя? Ну, у нас есть вот действительно такие практики, где мы отлавливаем, да, когда это убеждение у тебя появилось, то есть от кого ты эти убеждения слышала, кто чаще всего это говорил, да, в твоём окружении, у кого был такой случай из твоей жизни, что ты вот эту установку восприняла как истину, да, чаще всего, да, это родительские наши отношения, да, которые мы воспринимаем, отношения наших подруг, там, сестёр, да, со своими мужьями, и видя вот, ну, и у нас и фильмы заточены все на то, что женщина жертва, да, и в конце концов она преображается, ну, как в служебном мамане, да, и всё у неё отлично, да, и все вот эти наши фильмы, где женщина всегда является такой вот, ну, все бразильские сериалы, на которых многие поколения выросли, да, вот, хорошая, если, то она должна всегда страдать, она должна всем жертвовать, да, своей жизнью жертвовать. Таких все любят же. Фильмы все любят, а такие удобные, они же для всех удобные. А если ты любишь себя, то думаешь о своих, то эгоистка, ты плохой герой обычно, да? Знаете, в семьях бывают такие ситуации, что вроде бы женщину любят и дарят подарки, ну, и мужчине тоже, да, например, да, скажем, вот мы женщины, мы хотим быть счастливыми, соответственно, если мы счастливы, то счастливы все вокруг. Мы дарим счастье мужчине, мы им говорим кушать, мы их одеваем, обуваем, там, скажем, да, обслуживаем, а мужчине почему-то это не нравится. То же самое женщины, вроде женщину любят, дарят ей подарки, водят ей по дорогим ресторанам, и почему-то счастья нет. Почему так бывает? Возможно, языки любви разные. Это, кстати, тоже одна из книг хороших Дерри Чапмана «Пять языков любви», да? То есть мы человека оцениваем по тому, что нужно нам в отношении. А возможно, ему совсем другое нужно, да? Если мы любим, чтобы нам человек помогал, это язык любви помощь, да? К примеру, ты там нарезаешь картошку, он жарил, да? И в этот момент для тебя это идея. Идея, счастье. Да, а у него язык любви, к примеру, похвала, да? Ему нужно все время говорить, какой он у вас замечательный. А вы об этом даже никогда не думали. Помогает? Ну и помогает, да? Это же нормально, это вы же семья. А в этот момент он, помогая, ждет, чтобы его, наконец-таки, похвалили. Он не получил этого. То есть сейчас он уже не поможет. Да, он не поможет, и он еще и упрекнет, что я для тебя столько делаю, а ты даже не ценишь это, даже не похвалишь меня, даже не скажешь, что я у тебя такой золотой. Если есть вопросы из зала, с удовольствием ответим, потому что тема действительно касается нас, всех женщин. В связи с развитием фенемизма в Кыргызстане, кто все-таки ответственен за благосостояние в семье? Мужчина или женщина? То есть нам, как вы говорите, навязывают женщина как держатель очага, домашнего очага. Женщина должна, женщина... То есть с детства нам что-то... Мы все время что-то должны. Всем. Буквально всем. Да, и сейчас начали блогеры феминизм толкать в Кыргызстане. Не только блогеры, многие там девушки начали разводиться. Мы этим занимаемся на протяжении уже трех лет, да? Именно женское счастье по-восточному у нас книга, да? То есть мы смотрим на все эти наши проблемы через призму восточного менталитета, чтобы это не было такой крайностью, да? То есть женское достоинство, оно важно, да? Самооценку нужно повышать, качество жизни нужно повышать, внутреннюю гармонию нужно создавать. Но это не должно быть вот так вот радикально взять и отрезать себя от того общества, где ты живешь, где ты вырос, где в таких взглядах придерживается все ваше окружение, да? Ваши родители, и как вот в этом обществе грамотно существовать, уметь выстоять где-то свои границы. Об этом мы как раз таки и обучаем. Это тема действительно большая. Но как вот не впасть в эту крайность? Это нужно понимать, что ты часть этого общества, но пора уже думать о себе. Наверное, вот это где-то. Хотела бы добавить, что, наверное, нельзя делить весь мир на мужчин и женщин. Потому что и у нас, у всех, и у женщин, и у мужчин абсолютно разные сценарии. Мы выросли в разных семьях. И здесь нужно рассматривать в рамках каждой семьи отдельно. Никто на самом деле никому ничего не должен, да? Ни мужчина не должен зарабатывать, ни женщина не должна готовить. Если женщине классно, если ей нравится зарабатывать в ее семье, а мужчина при этом занимается другими делами, да, ради бога, если им это нравится, если они при этом счастливы, и может быть обратная ситуация. Если женщина сидит дома, да, здесь с детьми или даже без детей, муж зарабатывает, и при этом все счастливы, это главное. Почему? Потому что та же самая женщина, феминистка, она не просто так этого мужчину привлекла в свою жизнь, да, который не хотел зарабатывать, понимаете? Она своими глазами, своей программой какой-то внутренней, она его притянула, этого слабого мужчину. И здесь кричать о том, что все мужчины плохие или они стали слабые, и вот, ну, и вообще они всегда испортились, но это перевес, это будет перекос, и вся гармония жизненно будет нарушена. Поэтому радикальных каких-то, да, таких, наверное, мы не поддерживаем и всегда призываем к золотой середине и гармонии. Нужно посмотреть, чем мы, да, какими мыслями мы притянули те или иные события, а потом уже говорить про других. Наверное, вот так. Да, тема действительно такая большая, обширная, вопросов очень много. Есть ли в заключении от вас, как от профессиональных психологов по семейным вопросам, от лайф-коучей, пять главных шагов женщине для того, чтобы стать счастливой? С чего нужно начать? Самое главное начать с себя, вспомнить про себя, да, в хорошем смысле этого слова, как раз вот в этой золотой середине делать, начинать это все не разом, потому что многие думают, что вот они 30 лет условно себя не любили и решили, вот, все, в следующий месяц бросаю все и пошла любить себя, да, то есть потихонечку, потихонечку, маленькими шагами начинать себя узнавать. Хотя бы давайте начнем, да, с практического применения. Уделяйте, пожалуйста, минут 20-30 себе в день. Ну вот это время, когда оно только ваше. Вы можете в это время читать, можете в это время полежать в ванне с аромомаслами, да, сделать себе маску для лица, да, ну хотя бы даже ноги попарить и помазать кремом, да, там сделать массаж ног, это очень, кстати, тонизирует тоже, да, там очень много точек, биоточек. Поэтому хотя бы начать уделять 20 минут только себе, это уже начинает женщина чувствовать, что елки-палки, у меня есть я тоже. Да, наверное, вторым пунктом мы обозначили эмоции. Научиться распознавать эмоции в себе, то есть что я сейчас испытываю? Я сейчас злюсь, я сейчас обижаюсь, мне сейчас страшно, я сейчас радуюсь, да, то есть мы определяем эти эмоции, признаем их, можно прямо проговорить, и постепенно, когда вы научитесь понимать свои эмоции, что сейчас происходит, вы научите этому и своих детей в том числе, и тогда уже получится этот контакт. Да, даже можно останавливать в течение дня, стоп, о чём я думаю, да, позитивные мысли, негативные мысли, какие эмоции я испытываю, какие чувства у меня внутри возникают, да, там можно даже будильник каждый, да, стоп, о чём я сейчас думала, о чём я, это тоже вот тренировка того, что внутри. Труд, ну а что делать? Да, наверное, ещё мы бы озвучили традиции, да, потому что женщина всё-таки, да, такой основатель семейных каких-то традиций, и в принципе, конечно, женщина может создавать своими руками и своими какими-то чувствами важные традиции в семье, и в плане питания, и в плане физической, да, какой-то нагрузки у всей семьи, времяпрепровождение, да, то есть это же всё может, да, к сожалению, не все женщины понимают, что они могут регулировать это, они ждут от мужа, муж, уставший с работы, приходит ему не до каких традиций, дети в гаджетах, и в принципе, тогда получается, что в семье традиций нет. А их можно столько интересных придумать и создать вот это ядро семьи. Ну, как раз-таки это всё будет соединять. Самое главное, во-первых, нужно разобраться в себе, да, в своих желаниях, в своих потребностях, в том, что мы хотим каждый день добиться покоя у себя в душе, да, и это транслировать близких, родных, детей, мужей и так далее. Спасибо большое, Инна, Зарида. Я думаю, сегодняшняя наша передача затронула струнки, да, в каждой душе присутствующие женщины. Будет покой у нас в душе, будет покой в нашей семье. Будет счастье у нас, будет счастье у каждого ближнего нашего. Желаю всем счастья, здоровья и до новых встреч в рамках нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова